Всем привет! Всем привет! Вы на канале Шурики, это наши ежедневные влоги. Недавно у нас Шурой была годовщина свадьбы, вчера. Мой подарок пришел вовремя, но я заказывал не на Валбересе, а Шура заказывал через Валбересе. Он задержался, она просила прощения у меня, я сказала, что ничего страшного. В общем, это реальная проблема Валбереса доставки и долго шла. Она заказывала две недели назад, в общем, пришло сейчас. Шура упаковала, курьер вот только что недавно приезжал, 8 часов, полчаса назад и за полчаса Шура упаковала. Как упаковала? Просто если упаковываете завтра, то всю ночь же спать, представьте себе, я знаю, что вам можно сегодня подарить. Из подручных средств, как мы... В общем, мы вот упаковала, молодец, быстро махом. В общем, хочу поздравить своего любимого супруга Александра, то есть тебя. С нашей годовщиной свадьбы я немножко припозднилась, но я думаю, ничего страшного, лучше поздно, чем никогда, у нас как бы поздно не будет, у нас вся жизнь впереди, я надеюсь на это. И хочу тебе вручить подарок. Та-дам! Почетным дипломом. Самый лучший муж с любовью и благодарностью торжественно присваивается звание. Самый лучший муж. Камову, Александру, за то, что ты исполняешь мои большие мечты, маленькие желания, прощаешь слабости, даришь свою любовь, за то, что рядом с тобой я чувствую себя любимой, желанной и защищенной. Ты моя родственная душа и любовь всей жизни, и ты всегда будешь занимать в моем сердце особенное место. Спасибо тебе за такой вот маленький тип дипломчик на ножки. На ножки. Там нюбли, размеры указаны, и когда он пришел, я как бы немножко так опешила, а потом думаю, ну зато будет удобно поставить, место много не займет. Да, у меня все в дипломах, я почетный гражданин. Да, ты их убрал, кстати, почетный гражданин, а ты сразу можешь убирать. Тоже надо сканировать. И, кстати, тут все подписано даже. Ну и вот такой чисто мужской подарок. Как бы, ну написано, что он мужчине, но мы с тобой даже вместе сможем пользоваться. Ну ты сейчас распечатаешь, и ты поймешь. Но он нам необходим. Ну, как бы, тебе понравится этот мужской подарок, по большей части. Пока варят Саманты и спит, дочь, давай. Шули взяла и обрезала шарика и веревочку. Он уже спустил. Шарик. Да, даже половину часа может он поднимется. Без веревочины затянуло, да? Да я, видишь, как его закрутило этими ножничками. От шарика. Там уж распечатывай как-нибудь. Ну, может, эту упаковку ухранить не будем? Да, ну это тоже не будем. Это вообще-то сыну покупали упаковывать. Подарки осталось. Я знаю, что... То есть, ты еще не помотала? Нет, нет, еще осталось. Еще можно подарки помотать? Я знаю, что это немножко неромантично так упаковывать дома, но время уже поджимало. Это постельное белье? Нет, это не постельное белье. По размерам прохожи, да? На коробку постельную. Или какой-то настольный хоккей. Ну, как бы, нет, это не игра. Но тоже помогает время хорошо провести, комфортно. Ты не догадаешься, что это не вывали. Ну, смотри и все. Нет, это не миски для кошачьего корма. А вот для кошек. Нет. Че это такое? А ты подумай. Это анюски играть? Нет. Виольное пить. Все, стаканы ставим. Это банки для пива, отверстие для телефона и тарелочки для всяких сухариков. Переносной столик. Чтоб табуретку не использовать. Черт, ура. Зашла. А то мы все на табуреточке. Меня вообще это раздражает дико. Табуретки эти, открытые пачки, вечно много места занимают. На диван не поставить. Так вот полежишь. Хочешь полежать на диванчике и надо тянуться вечно. Сюда можно или пультик, или телефончик. Тут подставка вот приклеена, он не съедет. И сюда вот две баночки пивка. А мне разбираться? Ну, это ручная работа. Есть пиво-то в холодильнике? Не знаю. Там просто красиво так было, когда заполнено, что отзывы делали. И так здорово. Ну, конечно. Мы вчера высыпали киреешки. Это вот все продумано, что все это моется. Можно вытащить, помыть. На диван. Да, сюда. Сюда вот захотел. Раз. Телефон поставил или пульт. Кто что. И сюда баночки, туда чипсы, киреешки, рыбу, сыр, что хочешь. В общем. Взял с собой, диванчик раздвинул. Лег с собой, взял. И все, ничего не падает. Все удобно стоит. Да, двоим пользоваться. Ну, это был мужской подарок написано. Потому что в основном мужчины пиво пьют. Я не знала, что дарить. Спасибо. С годовщиной. Продолжение. Годовщина. Ну, надо просто попробовать. Туда так-то и вино помещается, в принципе. Просто это слишком легкая конструкция для вина. Тут взял, все насыпал, пошел. И поставил прям на диван. Никто, ничего, никакие табуретки, ничего не надо тащить уже с собой. Супчику налил. Карелка. Себе и Шуре, пойдем на кухню. Там в отзывах пишут, что похоже уж на миски для корма кошачьего. Но когда я посмотрела отзывы, где действительно стоят баночки пивка, пультик, телефончики. Туда даже два войдут. Тут заполнено все красивое. Вот сейчас даже на телефоне найду этот отзыв, который я смотрела, и покажу. Как раз и пошли. Тут вот отзывы писали люди. Тут вот дарили вот так вот, что. Не было серого цвета, был только темно-коричневый. Да, он тоже, он не видно, что темно-коричневый, он тоже темный, такой же. Что пивко поставил, то на 23 кто-то заказывал. Все заполнили и пошли. Окей. Вот. Так, когда наполнено, то понятно, что красиво. Так-то непонятно, что это почтовый ящик. Робот, робот. Почтовый ящик с кормушками для птиц. Вот так. Ой, не могу, я насмешил меня. Вот так мы проводим времена. Ищем. Мы уже все друг другу подарили уже. Реально ищем то, что что-то креативное. Необычное. Реактивное. Реактивное то, что нету в магазинах. Ой, блин, не могу. У нас родители еще вчера тоже подарили мантовницу. Шура любит манты вообще. Вообще. Пельмени, манты. И вот мы сегодня решили сделать одну. Нам много не надо. Один отсек. Да, один отсек. Вот заполнили тут килограмм мантов чуть-чуть побольше. Килограмм или несколько грамм там что-то сказать. Килограмм и 12 грамм. Вот он, три отсека. Два отсека еще свободно. Но это если гости придут, там уже взял, уже все заполнил. Но нам, вот мы сегодня, может, сейчас по манту съедим. Не знаю. По манту. Может, и не по манту. Время 9 часов уже доходит. И на завтра останется. Завтра уже на обед разогреть. И все. Кто хочет мантов с нами присоединяйтесь. Вкусный мант. Жирный мант. Жирный мант, вкусный мант. А и жирный мант, и вкусный мант. Спасибо всем за комментарии, кто поздравлял. С годовщиной много. Было поздравлений, я не успел ответить. Вообще ни на один еще комментарий. На работе завал. И дома тоже особо некогда было. Быстрее сегодня приехал и уехал. Спасибо. Отвечу. Всем пока. Пока.